Словно волшебной палочкой Татьяна Баталова взмахивает рукой и на детских лицах отражается целая буря эмоций. Семиклассники проходят Тараса Бульбу. Сколько детей Татьяна Борисовна выпустила во взрослую жизнь, сосчитать сложно. Но каждого своего ученика она помнит по имени. 36 лет работает в школе номер 11 в Субсехе, которую когда-то оканчивала сама. В 1977 году пришла вожатой. Почетный работник образования России, учитель высшей категории. Главное, чему она учит своих ребят, быть людьми. Татьяна Борисовна, она очень хорошая учительница. Мы ее всем классом любим. С ней очень легко учиться, потому что она может легко все рассказать, и чтобы было с первого раза понятно все. Дети очень интересные, интересные их родители. Каждая мама любит своего ребенка по-своему. Но очень жаль, что наши дети об этом вспоминают и понимают очень поздно. Для них мама – это, которая должна проконтролировать, которая должна привести его, должна чем-то помочь. И они забывают о маме. Нам приходится учить. В русской литературе, которую преподает Татьяна Борисовна, образ матери трактуется многолико. Матери бывают разные. Своих учениц Татьяна Борисовна учит в первую очередь быть добрыми. И учеников тоже. А что ты расскажешь своему ребенку, Леша? Придет к тебе сын и скажет, папа, расскажи мне сказку. А он мне говорит, ну и что? Ну и расскажу я сказку. Какую? Татьяна Борисовна, напомните, какие мы изучали. Я говорю, вот хорошо, значит, мне придется жить очень долго, чтобы ты мог позвонить мне, и я тебе напомнила, какие мы сказки изучали. Читая слова Тараса своему сыну Остапу во время казни, Татьяна Борисовна не может сдержать слез. Война для нее – это боль всех матерей. Она мать четверых детей. Дочка Александра, сыновья Борис, Алексей, Антон. Знает, как нелегко вырастить и поднять ребенка на ноги. Она четливо помнит каждое первое слово. Первые шаги, первые пятерки, ну и первые, то, что не сказать, что любились. Они меня радуют во всем и всегда. Взаимоотношения, как всегда, как у всех, проблемы отцов и детей, проблемы родителей. Меня радует то, что мы понимаем друг друга. Пусть даже где-то мы, может быть, поспорили, но мы потом приходим к консенсусу одному. И мы можем как-то найти общую точку зрения. Воспитывать детей Татьяна Борисовна старается своим примером. Муж – ее поддержка и опора. Естественно, мне бы, как сказать, одной воспитывать четверых было бы трудно, если бы не мой муж. Муж у меня учитель, конечно, он меня понимал, поддерживал. Долго сидеть с детьми в отпуске по уходу за ребенком было некогда. Три месяца и снова на работу. Здесь другие дети ждут. Школа для меня – это мой второй дом. Здесь у меня и дети мои выросли. И после садика ждали маму здесь. Дети учили в школе хорошо. Окончили школу без троек, дочь с золотой медалью, красный диплом. С Татьяной Борисовной я работаю уже более 20 лет. Во-первых, это человек, который в любую минуту придет тебе на помощь. Она настоящая мать. Она любит своих детей. Дети безумно любят ее. Они готовы помочь ей во всем. Они недаром живут все рядом с ней. Дети выросли, у них самих уже есть дети. У Татьяны Борисовны 8 внуков. Всем детям и внукам она вышла гладью и бисером, и минные и иконы. Потому что очень их любит. Той самой всепоглощающей материнской любовью, которая творит чудеса. Продолжение следует...